В прокуратуре Чувашии проводят комплексную проверку безопасности лифтов. В ней также принимают участие представители госжилы инспекции управления Ростехнадзора. Как правило, лифты расположены в многоквартирных домах и ответственность за их состояние несут управляющие компании. Именно они должны следить за состоянием кабин и механизмов. Всего в Чебоксарах работают более 3000 лифтов, из них 247 работают уже более 30 лет. Хотя в среднем срок эксплуатации подъемного устройства четверть века. Лифты должны ежегодно проходить техобслуживание. Смотрится на безопасность эксплуатации машинного отделения лифта. В обязательном порядке смотрится обеспеченная защита движущихся элементов, движущихся механизмов лифта. То есть здесь должен быть установлен, как правило, кожух. Как правило, это предусматривается, паспортами лифтов и так далее. Но здесь мы его не видим. Одно из мест проверки – лифты многоквартирного дома по проспекту Тракторостроителей 66. Дома относительно новые, поэтому у лифтов не истек срок эксплуатации. Но если вспоминать трагический случай в Москве, неисправным может быть и новый механизм. За прошлый год работали нормально. Обслуживают специализированные организации, городской лифт. Таких больших нареканий работы городского лифта у нас нет. Работаем. Администрация города составляет перечень домов, в которых лифты должны пройти капитальный ремонт. Образовалась экономия в счет проведения капитального ремонта по программе 2014-2015 года. По региональным операторам фонда капитального ремонта будет отремонтировано уже в этом году 23 лифта в четырех многоквартирных домах. Проверки пока не завершены. О результатах говорить преждевременно. Но комиссия уже может делать предварительные выводы. Единственное, что могу сообщить, что действительно нарушения имеются. Они повсеместные. Не хотел бы говорить о том, что они грубые, но мелкие они есть везде. Везде есть недоработки. По результатам проверки обязательно будут приняты меры реагирования. С той целью, чтобы управляющие компании устранили нарушения в ближайшее время. И их деятельность полностью отвечала требованиям законодательства. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика.